Привет друзья! Сергей Зинченко, канал Биггейм ТВ 2.0 и сегодня в рамках обзора проектов поговорим о компании Таунигма. Сегодня в гостях у нас свободный интернет-предприниматель, ведущий спикер компании Таунигма Алексей Хохлатов. Да, именно я, спасибо, что пригласили. Да, Алексей, расскажите, что за компания Таунигма вообще, с какой целью она создавалась, когда она была создана, кем, собственно, и какую деятельность ведет. Компания Таунигма, можно совершенно точно и с гордостью говорить, что это эксклюзивная компания, таких больше нет и, наверное, в ближайшее время не будет, а может вообще не будет. Коллектив сотрудников работает в таком виде, вот в таком коллективе уже лет 7, в области терминального бизнеса. То есть это такие аппараты, железяки, к которым подходят люди, тыкают в экран и таким образом оплачивают, засовывают туда кэш. Всевозможные товары и услуги, от коммунальных платежей до мобильных услуг связи, и там образования, паркинга, чего угодно. То есть вот такая полезная людям услуга. И впервые этот бизнес, о котором, кстати, многие знают, многие с этим сталкивались, предложен в виде таком, когда любой человек может к нему иметь отношение и еще и зарабатывать на распространении таких терминалов. Итак, компания, как такова этот коллектив, уже 7 лет работает в этом бизнесе, но компания Теунигма создана как юридическое лицо в Эмиратах, как эмиратовская компания в Абу-Даби, у нее офис находится год назад. Именно, то есть в октябре было создано это юридическое лицо, и 1 декабря 2012 года был открыт проект. Но это было все предстарт. А вот сейчас как раз чуть меньше года прошло, и мы сделали официальное открытие проекта, то есть который говорит о том, что уже не совсем предстарт, уже в принципе все готово, уже терминалы стоят, уже есть юзабилити, уже есть меню, и в этом бизнесе можно говорить как не о будущем, а как о настоящем. Алексей, вот расскажите коротко вообще об особенностях и возможностях сотрудничества с данной компанией. Ну, особенность ярко бросающаяся в лицо, что в сфере структурного бизнеса предложена продажа бизнеса. То есть вот какая штука, да? То есть мы как партнеры имеем возможность купить себе бизнес, чистый инвестиционный бизнес, да? То есть вложили денег, можно в принципе ничего не делать, потому что главное уже сделано, вложены деньги. В этих деньгах зарплата всех людей, сотрудников, само оборудование, которое потом носится с этим оборудованием и, собственно, добывает из него максимум прибыли. Это раз. И дальше на этом можно не останавливаться, можно продавать такой бизнес. Имея у себя терминал или имея часть терминала, можно в рассрочке его оплачивать. Можно предлагать такой бизнес продажи и иметь доход не только со своих собственных продаж, но и с продаж своих людей. То есть таким образом строить структуру. То есть фактически приобретается оборудование, да? Франшиза, в нее входит обслуживание всех этих терминалов, то есть не болит голова за раскрутку, за содержание. Я правильно понимаю? И плюс еще можно рекомендовать также, да? То есть партнерам и еще зарабатывать на партнерской программе. Когда нас просят презентовать этот бизнес, мы всегда стандартно говорим, что у нас два бизнеса. Первый бизнес чисто пассивный, инвестиционный. Второй бизнес чисто активный, когда мы предлагаем эту инвестицию дальше покупать людям и, соответственно, они с этого заработают. Ну, фактически бизнес на земле получается. Да, это реальный бизнес на земле, он существует не в интернете, хотя в интернете он тоже существует. То есть мы можем, вот я живу здесь, вот в этом месте, да? Это, собственно, на Северном Кипре. И здесь практически нет партнеров у меня. Все партнеры там кто-то в Португалии, кто-то в Германии, кто-то в России, кто-то в Казахстане. То есть для меня это интернет-бизнес. Но как таковой бизнес, он находится реально в городе Абу-Даби и Дубай в данный момент. Ну, и остальные штаты эмиратовские тоже будут захвачены в ближайшем. Ну, понятно. То есть как бы ценность в том, что это не какие-то виртуальные торги, да? То есть какие-то вещи, которые, ну, тяжело представить обычному, да, человеку, новичку в интернет-предпринимательстве. То есть это классический бизнес, и именно с него получаешь прибыль, соответственно, если им владеешь. Да, это можно, кстати, приплесить, об этом можно сказать как о плюсе этого бизнеса, потому что его достаточно легко презентовать. Вот, ну, то есть если взять какие-то, не знаю, предметы личной гигиены, то их, вон, сзади в любой магазин, их полно. То есть надо объяснять и уметь это сделать, чем твои лучше, чем другие, и еще и по цене, да? То есть почему оно за такую цену надо приобретать? А здесь ничего не надо объяснять особенно, потому что, то есть человек, ну, в принципе, представляет себе, что такое терминальный бизнес, особенно если он русскоговорящий. Но оказывается, нерусскоговорящие о нем мало знают. И мы этим воспользовались и решили захватить рынок Эмиратов, потому что там это ноль. Здорово. Тогда следующий вопрос. Кто может стать партнером, собственно, и что для этого необходимо? Не буду говорить, что партнером может стать любой человек, потому что это было бы совсем банально, тем более, что бизнес взрослый. То есть это не фантики, не игрушки, да? Но, по идее, может стать партнером любой человек, который может заплатить хотя бы первый взнос в приобретение своего терминала, который равняется 200 долларам. Почему мы сделали порог 200 долларов? Для того, чтобы этот товар был доступен, ну, буквально каждому, да? Кто, ну, я бы так сказал, интеллектуально способен освоить то, ну, уместить в голове, что вообще вся стоимость терминала – это 7400 долларов. Да? И что нужно купить его там, а не какую-нибудь поддержанную машину, скажем, да? Вот, поэтому это такой порог. И когда ты платишь 200 долларов, ты полностью входишь в бизнес. То есть ты можешь продавать терминалы, ты можешь продавать эти франшизы и полностью зарабатывать. Не важно, сколько ты заплатил, хотя бы 200 долларов. Премии ты будешь получать такие же, как если бы ты заплатил полную стоимость. Далее, если ты хочешь получать пассивный доход, а его у нас все хотят получать, естественно, то ты должен заплатить за терминал хотя бы треть его стоимости, то есть 2400 долларов. Когда ты платишь 2400 долларов, тебе уже начинают идти проценты, которые ты получаешь с тех людей, которые совершают платежи в терминал. 4800 ты получаешь еще больше процентов, и при полной стоимости погашения 7400 долларов ты получаешь документы о собственности на это оборудование, и плюс ты получаешь всю положенную сумму прибыли. А прибыль – это половина. То есть половина всех транзакций, которые проходят через терминалы, половина комиссий с этих транзакций, достается компании за обслуживание, половину нам, как владельцам. То есть фактически, если будет необходимость, можно продать этот терминал в любой момент. Да. Во-первых, я не сказал главного, что вот эта половина, она составляет по нашим расчетам ко второму году, к концу второго года 100% годовых. То есть можно не брать себе в голову, что, откуда там берется. Заплатил 7400, через полтора года ты окупил терминал. А дальше чистая прибыль. Где-то примерно 100% от вложенных денег. А вопрос, который ты задал? Ну, я к тому, что если фактически есть собственность на этот терминал, то по логике, если будет необходимость, его в любой момент можно продать. Его можно передать в наследство, ему можно продать любому, кому ты сочтешь нужным, за любую цену, которую ты сочтешь нужным. Более того, есть еще и такое понятие, как стоимость точки. Терминал, он очень важно, в какой он точке стоит, он должна быть проходимой. И чем дольше он стоит в этой точке, тем она более приносит прибыль, потому что все привыкли. Поэтому можно продать терминал, и плюс еще к этому продать точку. Ну и плюс ко всем этим трем возможностям есть возможность просто отдать терминал обратной компании. То есть не искать покупателя, а отдать обратной компании. И если это произойдет на четвертый год, то полностью в 7400 долларов возвращается. Хотя сам терминал стоит дешевле, чем 7400 долларов. Потому что 7400 – это вся франшиза. То есть и доставка, и установка, 3 месяца аренда, там много чего входит. Ясно. Ну это очень здорово. А вот хотелось бы услышать о планах и вообще последних новостях в компании. Так как в контексте того, что я знаю, что ты вернулся сейчас только из Арабских Эмиратов, из Абу-Даби, где состоялась официальная международная презентация компании. Совершенно верно. Расскажи, пожалуйста, какие вот последние нововведения, новости и что ждет компания в будущем? Ну, я уже говорил в самом начале. Получается, мы работали на статусе стартапа почти год. Почему это был стартап? Потому что многое было в будущем. То есть терминалы еще не стояли, мы их только закупали, везли. Потом, знаете, да, планы это одно, а когда это все реально реализуется на земле, это совсем другое. Потому что это не виртуальный проект. Реализовывать на земле все сложнее, чем просто виртуальности. Вот. И сейчас уже все это пройдено. Уже терминалы начинают устанавливаться. Уже около 50 штук мы установили. Это, кстати, это вообще капля. Когда меня спрашивают, не поздно ли заходить в наш бизнес, я говорю, рано. Вот. То есть можно будет говорить о том, что это поздно, может быть, года через три, через пять. Сейчас рано. Почему? Потому что мы еще не имеем цифр статистики по прибыльности терминала. У нас есть прогнозы. Прогнозы есть радужные, есть пессимистичные. И у нас есть подозрение, что мы впишемся в оптимистичный план. Мы этого не можем еще доказать по цифрам. Поэтому заходить в принципе рано. Но если вы рассчитываете получать как можно больше денег инвестиционных, надо заходить раньше. Потому что сначала занимаются интересные точки терминальные. Если вы хотите зарабатывать на активном, тоже надо заходить раньше, чтобы первым предложить эту возможность окружающим людям. Цифру я назвал. Постановлено всего 50 терминалов. На очереди около 300 уже выкупленных. До конца года, вот сейчас у нас ноябрь, да? То есть до конца года мы установим около 500 терминалов планируется, да? А всего в Эмиратах будет продано 10 тысяч терминалов. То есть представляешь, все основные продажи впереди. Поэтому что бы я мог рекомендовать сейчас тем, кто смотрит в этот проект? Я не буду говорить слово быстрее. Потому что все говорят быстрее. Но не имеет смысла тормозить. То есть лучше, чем вот лучше, когда все эти 10 тысяч людей, которые будут владеть этими терминальными точками, узнают об этом бизнесе через того человека, который сейчас смотрит это видео. Собственно, да. Есть смысл быстрее разобраться, да? И, значит, если выявить для себя ценность, то, значит, приступать немедленно. Я знаю также, что есть помимо стационарных аппаратов, есть еще, как сказать, мобильные, да? То есть платежные терминалы. Что можешь сказать насчет этих устройств? Очень просто. В Казахстане, равно как и в России, но в Казахстане просто раньше, поэтому я его первого обозначил, эту страну, вышел закон о том, что нельзя иметь торговую точку, даже если ты бабушка на рынке, которая торгует семечками, условно говоря, да? Не имеет такого посттерминала. Может быть, это лобби банков, но это данности, которые есть в нашем мире, да? Это такой аппаратик маленький, он работает на батарейке, он переносной, и, ну, просто человек не может им воспользоваться. Надо знать, какие кнопки нажимать. Там нет кассы, туда некуда запихивать наличность. Поэтому владелец бизнеса имеет такой аппарат, и он может прокатать кредитную карту, он может принять кэш и сделать операцию через этот аппарат. Ну, вот такая штука. Субтитры создавал DimaTorzok